Добрый день, дорогие телезрители! Добрый день, дорогие телезрители! У нас уже припасены очень много идей для этого года, так что, дорогие телезрители, будьте с нами в новом 2018 году! Добрый день, дорогие телезрители! Добрый день, дорогие телезрители! А я вот верю и не верю, но до конца для себя не определила, это все-таки чудо или сила мысли. Ведь, как мы знаем, если очень-очень захотеть, то это обязательно сбывается. Вот, например, я захотела и оказалась среди вас, хотя совсем недавно этого не планировала. Ну, маленькие чудеса, чудеса можно творить каждый день своими руками, и такие подарки радуют человека больше всего. И в этом очень хорошо разбирается наша мастерица Ильяна Ким. Далее рубрика «Фабрика идей». Сегодня в нашей рубрике «Фабрика идей» я бы хотела вам рассказать, как делаются конфетные букеты. Все, наверное, привыкли и уже как-то к обычному букету относятся как к само собой разумеющейся. А если вы подарите своему любимому человеку конфетный букет, то, я думаю, он очень обрадуется этому, потому что это очень необычно и креативно. Итак, для того, чтобы сделать конфетные букеты, нам понадобятся вот такие вот шпажки или палочки для барбекю, флористическая губка «Оазис», конфеты в обертке шоколадные, также у нас бумага такая гофрированная, но она бывает двух видов. Бывает мягкая, бывает твердая. Выбирайте твердую. Так, ножницы, также тейп-лента. Это специальная флористическая лента, которую мы будем заматывать в нашу шпажку для того, чтобы цветок казался реалистичным. А все это можно найти, да, в магазинах? Да, все это продается либо в магазинах «Хобби», либо в канцелярских магазинах. Все сейчас очень доступно. Также нам понадобится нитка для вязания, вспомогательные материалы, это, называется, ну, такие сеточки и декор. Декор, да. Вот, для того, чтобы вырезать нам лепестки, из которых будет состоять наш цветок, а делать мы сегодня будем розу, нам нужно будет вырезать, вот видите, тут здесь есть такие полосочки. Ничего считать не нужно, просто отмеряем две полоски и начинаем вырезать. Вырезаем маленький квадратик. Все уже отмечено, да? Нет, ничего не отмечено, просто так, все на глаз. Затем мы придаем этому квадратику форму лепестка, вот таким вот образом, и внизу поуже отрезаем. Преимущество этой бумаги в том, что она растягивается. А и можно и так выгнуть, да? Да. Как лепесточек. И с помощью обычного карандаша мы делаем, заворачиваем верхнюю часть лепестка, выдаем формочку, вот таким вот образом. И у нас, так, теперь сейчас мы берем конфеты. Это могут быть наверняка любые конфеты, да? Да. Которые мы любим. Главное, чтобы этикетка подходила как-то по цвету бумаги. Розы, да. И без контраста, да? Так, для того, чтобы нам сделать, мы развернем нашу конфетку, шпажку положим и начинаем вот так вот заворачивать. Далее мы берем тейп-ленту, она выглядит как скотч, и она такая мягенькая. Она как изолента, наверное, да? Она мягче, чем изолента, она даже рвется, если сильно ее натянуть. Вот таким вот образом мы начинаем заворачивать нашу шпажку. Обычный скотч не подойдет для этого? Можно использовать обычный скотч. Мы поместили конфету на шпажку. Теперь нам понадобятся более узенькие, потому что бутон у розы, да? Он вначале такой закрытый, и потом он идет и раскрывается, да? И где-то один ряд мы делаем закрытых бутончиков, второй ряд мы делаем поменьше раскрытых, и третий ряд мы уже делаем широкий. Вот таким вот образом мы начинаем от их на клей, да? Тоже от этой тейп-лентой. Ну, можно использовать клей, да, а можно вот так вот руками придерживать. Так, вот у нас получилось. Так. Со стороны кажется так просто, да? Но у меня был очень печальный опыт, когда цветы не получились, пришлось весь букет, который я готовила на подарок съесть самой. Да? Бывает и такое. Так, я вот сейчас сделаю несколько таких цветочков, затем я возьму флористическую губку и на нее буду вставлять наши цветочки. Да, и потом так же я буду декорировать, да, для того, чтобы не были видны пробелы, и губка сама, тканью такой, и сеточкой, который я буду насаживать на специально есть такая флористическая... Ну, мы думаем, что наша Юлиана в течение передачи еще будет показывать, что у нее там получается. Палочка зелененькая, да. И пока Юлиана творит красоту, Сергей, главное, мы продолжим, да? Вот под Старый Новый Год оказывается столько интересных обрядов, ритуалов, которые, как говорят, если все придерживаются, то можно достичь успехов и на личном фронте, и в карьерном росте, и вообще во всех аспектах жизни. Ты вот придерживаешься каких-то обрядов? Нет, вот честно, да, на Новый Год, возможно, какие-то обряды я придерживаюсь, но вот чтобы именно на Старый Новый Год так я никогда не делала, но давай исправляться. Говорят, в ночь с 13 на 14, это у нас, получается, суббота на воскресенье, нужно задобрить домового. Вот говорят же, у каждого в доме живет домовой. Папа верим, он очень любит сладости и молоко. То есть ночью вы почему-то вот что-то мне подскажете, что надо расставить по углам. Я вот не знаю, может, на столе надо оставить, да, как Деду Морозу расставляют? То есть угощения надо расставлять, да? Да, угощения там, сладости, конфетки. Где-то я даже сказала, что даже оставляют колбасу. Ой, я, наверное, испугаюсь, если я утром не обнаружу эту колбасу или молоко на месте. Да, и говорят, вот задобренный домовой охраняет дом лучше, чем даже самая современная охранная система. Хотя, я думаю, эта система совсем не помешает. Дорогие телезрители, как вы, наверное, заметили, мы сегодня все вот в белых тонах оделись. Правильно ли мы сделали? Нам объяснит наше гостье астролог, специалист по базы фэн-шую, мама троих детей, Наталья Гуляева. Заходите, Наталья. Здравствуйте, Наталья. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Добро пожаловать, присаживайтесь. Здравствуйте. Наталья, ну давайте, рассказывайте. Вот не зря же мы надели белый цвет, да? Говорят, он приносит удачу именно в этом году. Именно в этом году цвет, денеки изобилия, это у нас цвет металла. Цвет металла, это у нас, естественно, белый цвет. Это у нас золотой цвет, серебро. И то, что вы вот одели сегодня все втроем, белый верх, это, конечно же, сулит о том, что придет изобилие, богатство. Вы таким образом привлекаете удачу. А вот как еще можно, вот белым цветом, да, а еще как можно привлечь удачу именно в этом году? Именно в этом году, завтра наступает один из тоже волшебных дней году. И должны сделать ритуалы. Ну, они не такие прямо, да, чтобы там бабок там собирать, что-то там готовить, убирать. Нет, нет. А есть же такие волшебные бенгальские огни. Можно с помощью них привлечь удачу, привлечь богатство, успех, изобилие. Куда-то хочет детей. То есть я зажгла бенгальские огни, это означает, что у меня все будет? Естественно, потому что, когда вот идет салют, да, зажигаем свечи, почему мы зажигаем на дне рождения свечи обязательно, да, мы не должны затушить их, потому что мы таким образом привлекаем свое желание. Чтобы оно исполнилось, оно должно загорать. То есть не задувать, задувать это неправильно? То есть это традиция, вот это вот неправильно? Ну, к сожалению, к сожалению, да, многие неправильно пользуются этим. Ну, то есть мы сами же тушим свои желания, да? Да. Можно так сказать. Да. Скажите, а что еще нужно вот сделать у себя дома, вот к обычному человеку? Как-то поставить мебель, там, не знаю, что-то поставить в углу или где, чтобы привлечь удачу, успех? А вообще в фен-шуи, да, есть 9 секторов, и по этим 9 секторам нужно, ну, привлекать удачу, да, допустим, богатство, если хотите привлечь, пожалуйста, юго-восточную зону вам нужно как-то активизировать, да, либо поставить туда нужные вот, допустим, такие собачки. И в этом году собачки с денежками привлекают очень много богатства. Хотите любви, пожалуйста, юго-восточную, юго-западную зону, простите. Это мне надо с компасом вот определить, где у меня юго-запад, да? Мы можем определить от центра дома стоять, да, и определяем стороны цвета, и, естественно, да, каждому индивидуально иногда бывает. Ну, конечно, да, там нужно... А вот что делать, если вот дома же бывает зона богатства в каком-то неудобном месте, в туалете, в ванной, там, за дверью? К сожалению, да, у нас во многих домах такое встречается, и очень, довольно редко. И таким образом мы можем привлечь в комнате есть понятие, как большой тайцы и маленькой тайцы. Большой тайцы – это вся квартира, весь дом, а малая тайцы – это по комнате. Можно тогда найти юго-восточную зону в спальне, ой, в гостином. В комнате, да? А что еще же можно сделать, мы узнаем сразу после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами в эфире «Город женщин». Приветствуем вас в «Городе женщин». Напоминаем, что тема сегодняшнего эфира – «Чудеса под Старый Новый Год». И к нам на огонек сегодня заглянула наша гостья, астролог, специалист по базе и фэншую Наталья Гуляева. До рекламы мы разговаривали о знаковых цветах, которые приносят удачу, и зоне богатства. Наталья, мы дальше хотим спросить, вот какими символами вот в этом году нужно обзавестись, чтобы привлечь к себе всю хорошую энергетику с космоса? Так, ну этот год, год наступивший, да, и наступающий еще и в феврале этого года, по восточному календарю, это год земляной собаки. Земляная собака, она что лицетворяет? Это естественно семью, это надежность, это у нас… В этом году очень много будет любви, очень много будет плодовитости, очень много, да. И естественно символом года является собака. Мы собаку должны любить и лилить, да, всячески вот, допустим, вот эти вот из моих коллекций. Любую собачку абсолютно можно, да? Да, любую собачку, да, можно. Можно плюшевая там игрушка? Плюшевая можно, можно просто брошечку, сейчас очень актуальная такая тема стала, да. Вот, и с ним нужно дружить, дружить нужно. И в этом году, кстати, собачка у нас, хотя и такая домашняя, домашняя животная, да, лучше с ним рядышком поставить кролика. Потому что кролик весь будет негатив брать на себя, потому что не всем собака она подходит. А куда поставить? Поставить нужно в самом нужном месте. А как определить, где это нужно? Нет, естественно, здесь нет четких таких рекомендаций, да. Вы должны сами понимать, почувствовать вот это вот. Нету там прямо по углу там 32 градуса. То есть я могу у себя на кухне, либо перед рабочим компьютером, да? Да, можете поставить, пожалуйста. Почему бы и нет? А скажите, пожалуйста, вот все-таки вот эти знаки, символы, вот эти цвета, как они могут повлиять вот на достижение цели, приближение к мечте? Приближение к мечте. Ну нет такого лекарства, естественно, да, что вот взяла и стала такой успешной, прям все идет от позитивного настроя человека. Потому что вот когда человек знает о том, что как нужно привлекать, допустим, да, вот где-то почитал, где-то услышал. И купил вот себе платье такое красивое, белое, там, брошечку нацепила, и чувствуешь уже себя уверенной. И должны, каждый человек должен понимать, что, естественно, все исходит от себя. А вот вы чувствуете в себе изменения именно с тех пор, как вы начали заниматься фен-шуй? Конечно. Да, я пришла в фен-шуй в 2009 году, тогда у меня было не очень такое простое время. И я сделала карту желаний, которая вот моментально, вот прямо через полгода все началось исполняться. Карта желаний, это вот вы визуализировали свое желание? Да, конечно. И бывает такое, что человек мне говорит, ну, мой клиент, через некоторое время, да, ну, Наталья, ну, я купила эту собачку, допустим, да, и поставила по этому сектору, который вы мне сказали. Ну, вот что-то удача не идет. А я спрашиваю, а что вы сделали для того, чтобы привлечь эту удачу? Вы же не должны сидеть на одном месте, да? Вы обязательно должны идти к нему, хотеть этого. Понимаете? То есть это не означает, купила собачку и сидишь, да? Да. Это главный смысл, да, фэн-шуй, именно в том, что быть именно в гармонии внутри, и тогда во внешний мир выходит именно в виде исполнения именно ваших желаний. Да. Очень правильное такое суждение. А какие вы рекомендации можете дать нашим телезрительницам? Телезрительницам, ну, вообще... Ну, этого старого Нового года. Этого старого Нового года купите хотя бы вот бенгальские огни. Они, знаете, ну, везде продаются. Ага. И можете зажечь их прямо до конца, чтобы она не догорела, сказать свое заветное желание. Именно в этом 2018 году. И сказать так искренне, и как будто оно уже у вас есть. Ой, здорово, да? Прямо очень-очень захотите. А можно так с детьми делать? Конечно, почему бы и нет? Дети это вообще такая хорошая энергия, янская. Она вот постоянно не бегает, смеется, да? И они таким образом привлекают хорошую удачу. Самые искренние эмоции у детей. Самые искренние эмоции, да. Спасибо большое, Наталья, за то, что пришли к нам в студию, погостили, поделились со столь позитивной информацией, после которой прям хочется пойти обновлять гардероб, переставлять мебель, что-то с компасом узнавать, где у нас в квартире зона богатства. Девочки, наверное, согласятся, да? И после этого мы предлагаем, дорогие телезрители, вам посмотреть сюжет, который подготовила наша коллега Маргарита Макарова, обзор самых интересных событий из мира Инстаграма. Ведь за эти дни там произошло очень много всего. Пост, который набрал более трех тысяч лайков, принадлежит одной из самых красивых пар Якутии – Юлии Кобяковой и Аялу Лазареву. Парочка недавно дала понять публике, что уже официально состоит в отношениях. Милые поклонницы спортсмена, крепитесь! Тем временем у певицы Кюней вышел новый клип, который очень полюбился пользователям и стал хитом на многих новогодних корпоративах. Фрагмент песни разлетелся по всем якутским пабликам. Наконец-то жители города дождались открытия моста через талое озеро. Он теперь с подсветкой и хорошо виден в тумане. Комментариев новость собрала немало. А то и понятно – холодно ведь было обходить. У кого-то праздники, а вот сборная Якутска совсем не торопится отдыхать. Отправились они в Сочи не за солнцем, а затем, чтобы побороться за шанс сыграть в КВН на Первом канале. Жида не перестает радовать своих поклонников и сделал им подарок, выпустив долгожданный альбом. Теперь в репертуаре исполнителя целых 11 новых песен. А это значит, что год собаки пройдет у рэпера весьма насыщенно. Девушка недели по версии одного из самых крупных республиканских сообществ в интернете «Якутиан Бьюти» стала Анна Черевик. А стала она ей совсем не просто так. Запоминающаяся внешность, красивый взгляд. А при всем при этом за пазухой имеется красный диплом об окончании университета. На данный момент Анна – лицо якутского бренда одежды. Чему девушка очень рада. А в конкурсе две звезды одержала победу наша красавица, ведущая Ильяна Павлова. В паре с Семеном Чиняновым, продюсером популярной группы Snow Voice, они просто покорили зал, исполнив песню Орликина. Поздравляем с победой и желаем дальнейших творческих высот. Добрый день, дорогие телезрители. Вы смотрите «Город женщин». И раз уж мы до рекламы заговорили о социальных сетях, мы предлагаем продолжить. Далее рубрика «Полезный инстаграм». С вами рубрика «Полезный инстаграм». В новом 2018 году я продолжу с вами делиться секретами продвижения в социальных сетях. И те зрители, которые смотрят передачу с самого начала, уже многому научились. И я очень надеюсь, что вы применяете эти знания на практике. Сегодня мы обсудим с вами очень актуальную тему, очень важную для каждого начинающего блогера, для пользователя сети Инстаграм. О чем же писать в своем блоге? Ведь написать интересный и полезный текст – это не так-то просто. Вот с этим я полностью согласна, торгла. Да, ну что ж, начнем. Подсказка номер один. С сегодняшнего дня, с этой минуты вы становитесь самым внимательным человеком. Вы начинаете фиксировать все, что происходит вокруг вас. Ведь даже могут вдохновлять такие обычные вещи, как разговор коллег, интересная брошь у мамы, яркая юбка у вашей, допустим, коллеги. И ловя такое вдохновение, вы можете обновлять свой контент интересными такими постами. Подсказка номер два. Относитесь ко всему с позитивом. Вот порой с нами встречаются такие ситуации, когда, возможно, что-то не радует. Вот у меня буквально было перед новым, даже у всех, наверное, так было перед новым годом, на меня завалилось очень много резких задач. И я просто буквально не знала, как с чего взяться. Ничего не успевали. Все помажем. Ничего не успевали, да. Но как-то потихоньку все так сложилось удачно. Ну вот видите, получается такая сложная ситуация. может стать нам позитивным опытом. И мы можем об этом рассказать, опять же, в своем блоге. Подсказка номер три. Нужно создавать архивы. Я вам говорила про архивы фотографий. Помните, то, что если у вас есть красивые фотографии, это не значит, что ее нужно выложить прямо здесь же и в эту же минуту. То же самое и с текстами. Вот едете вы в такси, в автобусе. И не смотрите просто в окно. Вы можете сидеть в телефоне в заметках, набирать интересный текст. Просто там, ну, бывает то, что вы напишите, ну, что-нибудь воспоминание о вашем детстве, но оно бывает не к месту именно сегодня. Но именно тогда, когда вы почувствуете, что можно опубликовать такой пост, у вас будет такая хорошая закладочка. То есть, Саргалан, ты говоришь, что в своей жизни нужно искать вдохновение. Да, конечно. Это ежедневный, будничный. Да, потому что вдохновение вокруг нас, его создаем мы. Опять же, не нужно ждать какого-то вдохновения и волшебного пинка под зад, да, как говорится. Вот. И подсказка номер 4, заведите рубрики. Потому что если у вас будут рубрики, у вас будет какое, ну, вот, понимание, да, о чем вы пишете. Умейте очень вкусно готовить, делитесь рецептами. Да, умейте очень хорошо рисовать, рисуйте и пишите именно, что вы чувствовали, когда рисовали ту или иную картину. Очень хорошо умейте играть с детьми. Подскажите молодым мамочкам, во что же можно играть с детьми. А как вот понять, что это я хорошо умею? Вот я делаю это каждый день, да, и вот я делаю и привыкла это делать. А как понять, что это хорошо, что это может вдохновить кого-то, может, ну, мой ежедневный обеденный суп, который готовлю каждый день, например? Ну, это опять же нужно тестировать, да? Вот ты умеешь готовить вкусный суп, напиши, может, ты добавляешь какую-то особенную приправу, да, или главный рецепт твоего вкусного супа, это твоя большая любовь к твоей семье. Вот попробуй напиши, и вот Инстаграм, чем хорош, вы можете тестировать и сразу понимать, набрали много лайков, значит, это было людям интересно. И вот ты можешь завести рубрику, там, рецепт от Марии, например. Ой-ой-ой. Я знаю, что у тебя есть ребенок маленький, и наверняка ты с ним играешь какие-то игры. Вот ты можешь придумать развивашки, да, развивающие игры. Потому что мы все знаем, что игрушки очень дорогие, а если ты умеешь делать игрушки из подручных следств и писать об этом, то ты обязательно найдешь своего читателя, и он будет благодарен тебе за эту очень полезную информацию. Вот я с появлением ребенка начала уже учиться этому. Да, конечно. Скорее всего, скоро будет много развивашек. Да, и я даже сама с удовольствием смотрю поделки Юлианы. Это очень красиво, и, ну, можно учиться, вдохновляться. Я прямо отсюда чувствую запах шоколада. Да, а если вам интересно еще узнать секреты, откуда почерпать вдохновение, присоединяйтесь к нам после рекламы. В эфире «Город женщин» и с вами рубрика «Полезный инстаграм». Сегодня я делюсь интересными идеями для постов. Итак, подсказка номер четыре. Мы продолжаем. Это «Не стесняйтесь». Вокруг нас есть очень интересные люди, да, происходят интересные события. Бывает, что мы встретим, допустим, какую-нибудь знаменитость на улице, и очень часто мы стесняемся подойти. Есть такое. Согласна. Хотя это же бесценные фотографии. Даже можно пару вопросов ему задать успеть. Когда вот у меня был случай, весной этого года я была в Москве, где, ну, совершенно случайно я встретила Жанну Бадоеву. Это ведущая второй моей любимой передачи. А какая же первая? Конечно же, «Город женщин». Так вот, я не постеснялась. Я к ней подошла, я с ней познакомилась, я ее обняла, потому что, ну, она мне очень нравится, да, и я с ней... Я даже рассказала, что я из Якутии, но телезрители, если вы хотите увидеть эту фотографию, она у меня в профиле. Можете посмотреть. Так, подсказка номер пять. Это самая моя любимая. Пробуйте новые, получайте новый опыт. Конечно, если ваша жизнь – это дом, работа и дом, то, естественно, это писать, наверное, вам особо-то не очень, и ваша жизнь похожа даже на день сурка. Слазновато найти вдохновение. Да, поэтому знакомьтесь с новыми людьми, ходите в новые места, пробуйте новые блюда. Поверьте мне, вокруг нас происходит очень много-много всяких событий, просто мы о них не знаем, да, просто записаться на кружок. Это же столько новых знакомств, и, ну, и это внесет в вашу жизнь очень интересные краски. В социальных сетях все как в жизни, будьте в них просто людьми, давайте полезные советы. И, ну, и поверьте, вы сами войдете во вкус. Также у нашей передачи есть также социальная, мы есть в социальных сетях, мы есть в Инстаграме, и, дорогие телезрители, если вам интересны определенные темы, вы хотите узнать что-то именно в моей рубрике «Полезный Инстаграм», пишите, пожалуйста, в комментариях, пишите нам в директ, мы это все смотрим, все мониторим, и обязательно ваши пожелания, ваши хотелки будут услышаны. Спасибо большое, Саргалана, за твою интереснейшую рубрику, думаю, очень много подчеркнули наши телезрители из нее, для себя много узнали, я вот каждый раз, слушая тебя, для себя что-то новое узнаю в социальных сетях о вдохновении. Спасибо большое, значит, все не зря, это главное, конечно. А вот чудо чудом, но наверняка каждый из нас хоть раз в жизни вопрошал, как же договориться со Вселенной, чтобы цели получались именно так, как мы того хотим. Вот согласна? Вот сейчас начало года, да, поэтому опять же продолжаем, это опять очень хороший контент. В начале года вы можете написать 50 целей, да хоть 20, да хоть 100 целей на год и обязательно это опубликуйте, и тогда вы уже не сможете оступиться, потому что вы об этом сказали всем, ну и пути назад уже не будет. Это уже надо брать себя на слабо, да? Да, конечно. Такое получается. Ага. А именно для того, чтобы узнать, как же правильно поставить цели, мы сегодня в студию к нам пригласили психолога Центра психологической помощи молодежи, коуч-тренера Марию Иванову. Проходите, Мария. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Мария. Ну вот, что же сделать? Как же поставить эти цели правильно? И как отобрать самые главные? Ну, каждый человек мечтает. Мечты – это наши желания, а цель – это уже руководство к действию. Вот, допустим, желание – я хочу ощутить запах розы, а цель – это уже посадить розу. Каждый человек ставит для себя какие-то конкретные цели, но иногда цели они не выполняют. Просто, ну, я сделаю это, допустим, в понедельник, я начну. Может быть, потому что цели – это не его были цели, не истинные цели. То есть самое главное, когда вы ставите цели, подумайте, а действительно ли это ваша цель? А как же это понять все-таки? Вот чтобы с наступлением понедельника эта цель не улетучилась, и желание достичь ее у меня не пропало? Ну, на самом деле, это вдохновение. Вот вам нужно именно вдохновиться этой целью. Вот, допустим, каждый человек мечтает о какой-то счастливой жизни, да, вот, допустим. Но счастье-то у каждого человека, она своя. И спросите, а зачем вам хочется быть счастливым? В чем заключается важность вашего счастья? И человек задумывается и думает, а может быть, я хочу стать счастливым, потому что, ну, для того, чтобы, допустим, создать семью, там, родить ребенка, похудеть и так далее, это уже идет какая-то конкретика. И самое главное, помимо того, чтобы вы подумали о своей истинной цели, нужно задуматься, а действительно ли эта цель осуществима именно только вами, чтобы она была 100% зависела только от вас. Ну, допустим, я хочу построить дом, но от этого зависит еще и муж, да, но муж, допустим, этого не хочет, да, то есть это же, получается, не ваша цель, а цель ваша с мужем. То есть нужно подумать, а что вы можете конкретно сделать, чтобы эту цель осуществить? Чтобы наша пара вот достигла и построила этот дом все-таки, И как же нужно себя мотивировать? Как побороться с ленью, перебороть ее? Ну, обычно люди говорят, да, я ленюсь, поэтому цель не выполняю, на самом деле это всего лишь отговорки, а на самом деле, если человек ставит настоящую свою истинную цель, он вдохновляется этой целью, он уже будет идти к этой цели, это уже конкретно нужно, во-первых, поставить для себя время, когда ты хочешь, чтобы цель осуществилась, вот допустим, я хочу, там, построить дом через 5 лет, да, но для этого мне нужно... То есть, чтобы были ограничения какие-то, да? Да, уже конкретное время, чтобы человек был готов, а когда мне нужно быть уже, вот, чтобы я понял, да, моя цель осуществилась. И самое главное, нужно увидеть свой результат, этот образ. Не только, вот, я хочу просто дом, да, я хочу дом трехэтажный, чтобы на первом этаже была гостиная, на втором детская, в третьем этаже, допустим, какая-то игровая, то, чтобы уже была какая-то конкретика, чтобы был образ. То есть, вот, прорисовать детали, да? Да, конкретные детали, чтобы человек именно конкретно видел этот дом. Какого цвета, какой запах в этом доме, какая мебель в этом доме и так далее. А я знаю, что многие сталкиваются, вот, вот, говорят же, мечтайте перед сном. Они вот представят себе цель, захотят вот, ну, вот, начать новую жизнь, да? Вот просыпаются и встречают своих коллег, да, родственников, например. И они ему говорят, ой, да ты что, да зачем? Они, ну, вот, не из плохих, возможно, побуждений, да, но вот нечаянно своими словами они опять-таки закрывают человека. Блокируют, да? Да, это люди-блокираторы, которые как камень, как гири у нас держат и думают, ну, да, действительно, у меня не получится, а вдруг действительно не будет времени, а вдруг не хватит денег. И человек начинает, ну, уже все, про цель свою забывать. На самом деле, самое главное то, как ты вдохновишься этой целью и как это вдохновение будет постоянно с тобой. Для этого вы можете, что, во-первых, создать этот образ, допустим, этого же дома, да, написать эту цель, общую цель, чтобы вы видели, да, и такая, вы можете взять такую рекомендацию, методику, у вас у всех есть холодильник в доме, допустим, да, приклеить, ну, допустим, написать свою цель на ватмане, да, и прикрепить цветные стикеры. В каждом цветном стикере написать именно шаги пошагово, что я уже могу сделать в течение года, чтобы добиться данной цели. И в каждом стикере какие-то конкретные свои задачи. И обязательно, когда вы будете убирать стикер, похвалите себя за то, что вы это сделали. Убираю, достигнув ее, да? Да, достигнув ее, да. А это может ли быть вот таким эффективным мотиватором? Ну, это может быть эффективным для людей, именно те, кто именно обязательно нужно это увидеть, визуалом, да, чтобы это ощутить. Но самое главное это, чтобы ваш образ, ваш результат этой цели был постоянно в голове. А как можно вот мотивировать, говорят, есть, ну вот называют его артефактом, да? Допустим, если я достигну эту цель, я куплю себе что-то. Вот как-то это вот чисто психологически может человек его еще больше мотивирует? Ну да, есть люди, которым обязательно, чтобы что-то постигало, какой-то стимул, да? Вот если я добьюсь своей цели, то я возьму тебе что-то. Но самое главное в этом нужно понимать, что когда вы ставите цель, чтобы цель этого достичь, вы получаете результат, и самое главное, чтобы это был ваш результат. Не для того, чтобы вы доказали кому-то, что я это сделал, а самое главное, чтобы вы доказали себе. То есть на спор не надо ничего делать? Если нет, почему можно, если это так подстегивает? Потому что люди-то все любят конкуренцию, да? И как-то, может быть, это и есть их волшебный пензель, да, чтобы не я это сделал, а не Петя, допустим, сосед, да, еще кто-то. А как все-таки сделать, чтобы вот по... Если цель уже утратила свою актуальность по истечению времени, возможно, в силу каких-то обстоятельств? Ну, возможно, тогда это была не его цель, да, то есть самое главное поставить правильную цель, истинную цель, да, и когда человек ставит цель, обязательно подумайте, да, в чем заключается важность, именно лично ваша важность, чтобы эту цель достичь, да, допустим, я хочу достичь цели, чтобы стать счастливым человеком. А вот все мы мамы, у нас у всех есть дети, и как вот их научить ставить эти цели? Детей? Вот с чего начинать и в каком возрасте им нужно говорить вот что-то и как-то? Ну, на самом деле у каждого человека есть своя цель, цель он сам достигает, да, но самое главное, родитель это пример, он должен быть именно примером того, что, допустим, папа захотел там что-то сделать, купить машину, он очень сильно работал, он этого достиг и купил эту машину. Ребенок это видит и понимает действительно, если человек чего-то хочет, он этого добьется. Нет, ну вот мы говорим, да, что чтобы он не захотел, у него это получится, но бывает же иногда, ну, не получается. Что тогда делать, вот как себя подбадривать, да, чтобы совсем там, ну, не опустить руки? Ну, конечно, не всегда все бывает идеально, идеальных ситуаций бывает очень редко, да, но чтобы просто, как говорится, если ты упал, то просто встань и делай дальше, да, то есть всегда стремиться нужно. А как часто нужно пересматривать эти цели? Наверняка их нужно менять там периодически? Ну, возможно, можно, да, если цель, она очень долгая, интересы у человека с годами, они меняются. Вот, допустим, я раньше хотела, чтобы через 5 лет у меня был дом, а через 2 года я вообще захочу, чтобы у меня была трехкомнатная квартира, допустим, да, то есть это зависит от интереса еще и от приоритетов, и от ценностей. То есть нету такого конкретного, вот, каждые 2 месяца пересматривать? Ну, если человек хочет, то он может пересмотреть, да, но самое главное, чтобы он именно шел к своей цели стать счастливым. Как ребенку придать? Подростку, как ему придать сил и вот внушить в него, что вот ты сможешь, чтобы он действительно поверил, что мама в меня верит и начал действовать? Ну, в такой ситуации ребенок должен понимать, для чего он это делает, да, вот мама, вот это человек, который может его, допустим, как-то подбадривать, да, вот, допустим, ты молодец, у тебя получится, ты сможешь какой-то, но при этом, когда у ребенка что-то не получается, он должен понимать, что и такое тоже бывает, что он должен это пережить, справиться с этим, да, ну, как родитель, он просто может, ну, обязан это показать, как это правильно делать. Ну, как вы считаете, вот правильно, если я тебе куплю шоколадку, если ты сделаешь что-то, это для ребенка цель? Ну, это может быть больше всего стимул, да, но это больше всего не цель, да, вот, допустим, когда вот наказываешь ребенка или наоборот, как бы, говоришь, даешь ему пряник, самое главное, это понимать, что, допустим, если ты сейчас это не сделаешь, то, ну, допустим, не делаешь уроки, тогда не шоколад у тебя не будет, допустим, да, а ты сегодня не посмотришь твой любимый мультик, да, вот в этом плане, да, чтобы это было не особо материальным, а именно по интересам ребенка. Спасибо большое, Мария, за ваш рассказ, за то, что погостили у нас в студии, мы ждем вас обязательно еще. Дорогие телезрители, а далее у нас небольшой блок рекламы, после которой мы ждем в студии еще одну гостья, которая сумеет вас удивить и благословить даже. Добрый день, в эфире «Город женщин». Тема сегодняшнего эфира «Чудеса под Старый Новый Год», и этот праздник дает нам еще один шанс загадать сокровенные желания. А сбудутся ли они, конечно же, можно погадать в ночь с 13 на 14, либо во время святок. Ведь все мы, девочки, все это очень любим. Вот у меня, например, в школе, помню, мы закрывались в темном классе и смотрели тени, катали блюдца. Ну, наверное, это было больше баловство детское, нежели реальное гадание. А вот, девочки, вы гадали? Нет, у меня никогда такого не было. Вот просто когда я была подростком, да, как все мы, наверное, на картах гадали. Да, ну и все. А мы в школе гадали, но мне мама говорила, что если вы вызываете духов, да, это очень опасно. А может он остаться у вас в доме, привлечь болезни, да, и поэтому я старалась уходить в какое-то другое помещение к подружкам или где-то там в подъезде, и мы гадали там. И раз, девочки, мы заговорили о гаданиях, наша Маргарита Макарова подготовила очень интересный сюжет. Давайте посмотрим. Кто из нас не хотел узнать ответ на самый сокровенный вопрос? Вы удивитесь, но этот способ придумали еще в Древней Руси. Выключаете свет, зажигаете свечку и растапливаете воск. Затем выливаете его в посуду с холодной водой. Потребуется подключить фантазию, чтобы распознать фигуру, которая и является тем самым ответом. Вот тут-то и можно взглянуть на значение в интернете. Кидаться обувью в святки абсолютно нормально. Тем более, если хотите узнать, с какой стороны прибудет ваш будущий супруг. Девушки обычно выходят на улицу и поочередно бросают валенок. В нашем же случае это может быть унт. Кидают его на дорогу и по направлению носка узнают, откуда приедет их муж. Если укажет на дом гадающий, то в этот год она замуж, к сожалению, а может и к счастью, не выйдет. Если верить статистике, то число браков и рождаемость в 2018 увеличится. Это так, к слову. Следующее мистическое действие лучше начать заранее, так как у многих вызывает сложность. Подготовить бумагу, разделить ее на 12 частей и на каждой написать желание. Закрутите и положите под подушку. Повторяться они ни в коем случае не должны. На утро не забудьте вытянуть только три. Именно они и исполнятся. Гадание по тени считается одним из самых верных, но безопасным его не назовешь. Зажгите свечку, скомкайте кусочек бумаги, задавая при этом волнующий вопрос. А затем подожгите и положите на блюдечко, расположив рядом со светом, напротив стены. Смотрите за сменяющимися фигурами и увидите свой ответ на вопрос. Подключить воображение просто необходимо. Еще раз добрый день, дорогие телезрители. Сегодня мы к нам, как и обещали, в студию пригласили человека, к чьи слова благословения окрылили наверняка ни одного человека. Сегодня у нас алгесчит Татьяна Афанасьевна Никифорова, Таяна. Татьяна, добрый день. Добрый день. Татьяна, к вам в январьские дни наверняка очень много желающих за вашим благословением. И мы, пригласив вас к себе в студию, не можем вас не попросить дать нам благословение на хороший телевизионный сезон. И также для наших телезрителей на удачный, хороший год. Вот вы уже начали, да? А как это у вас получается? Вот вы откуда берете вдохновение? Это у меня называется сканирование информации. Почувствовав вашу ауру... То есть сейчас уже вы чувствуете нас и начинаете... Я чувствую и сканирую вашу информацию. Такая энергетическая связь уже, да, получилась? Сканирую информацию, вот я чувствую вашу энергетику. Через свою призму восприятия, по наитию вырезаю картинку. И по этой картинке могу благословлять вас. Рассказать, что выходит, но только хорошую сторону. Потому что всегда у человека есть выбор. И есть две пути, как минимум. И каждый человек волен выбирать ту или иную судьбу, да? Вообще-то я говорю всегда, что дается отрезок времени человека, а человек сам выбирает. Что выбирать, вот всегда через какое-то время, промежуток времени, человек уже стоит перед выбором и выбирает ту или другую судьбу. Ну, сценарий жизни, можно сказать, да? Скажите, а вот эта вот картина, она на какой-то определенный отрезок времени? Здесь по истечению времени линии судьбы человека, говорят, меняют? Конечно, это тоже зависит от ритма человека. Ну, от ритма человека зависит, поэтому кто-то быстро, кто-то медленно, вот так. То есть у кого-то это может быть год, у кого-то пять лет, да? Да, это по-разному бывает. А вот бумага обязательно должна быть белой? Или у другого цвета тоже? Ну, я люблю белый цвет. Почему? Ну, белый цвет очень многогранный, а другие цвета, мне кажется, более какие-то такие. Ну, тем более в этом году белый цвет, говорят, приносит удачу. Как и ваша одежда, да? Вот не зря мы сегодня так хотели. А откуда возникла вот эта техника вырезания игума? Ну, я сама очень люблю создавать красоту, так как я сама не умею рисовать. Беру бумажку и вырезаю лекалы. И то, что выходит, ну, можно не только из бумаги вырезать, в принципе, из бересты можно, из замши. Любого материала можно, из стылака и так далее, и так далее. И делать картиночку. Вот наверняка ваши работы видели многие и не поверят, что вы не умеете рисовать. Ну, в последнее время, наоборот, мне сейчас хочется научиться рисовать, даже не просто карандашами, а маслом. Ну, пойду, наверное, куда-нибудь учиться. Буду рисовать. Здорово. Вам только девушки приходили, мужчины тоже? В последнее время приходит больше молодежи. Ага. Вот ваше возрасте, еще особенно молодые люди. Я всегда, когда приходят, я думаю, вы, наверное, ошиблись, наверное, подумали, что это гадание. На гадание пришли, спрашивая, да? Они говорят, нет, нам же сказали, что это благословение. Они сами удивляются, что это гадание, что ли? Ну, вот именно вот это гадание, это не гадание, а именно благословение. И еще, ну, если видишь, еще как-то меня спросили. Вы очень много информации получаете. Прямо у вас такая труба идет, и вы рассказываете только одну третью часть. Почему вы так? Он так спрашивает у меня, да? А я говорю, вот не всю информацию человек должен знать. Вот поэтому вы только позитивный информация. Всегда у человека должен оставаться выбор. Не то, что вот то, что ты говоришь, они должны делать, а всегда у человека должен быть выбор. Поэтому я вот говорю только позитивный. Про болезнь и разное предупреждение не делай. Потому что, когда... Это может быть и стать программированием. Программирование, это как... Да, программирование, поэтому, когда, если даже сто таких красивых что-нибудь расскажешь, и одну плохую я скажу, как это ложка дегтя, бочки меда получится. Поэтому, ну, так. Я уже вижу отсюда, да, оленя, девочки. Вот мы-то очень много оленей выходит. А в какое время вот больше вот это приходит летом, зимой? Это без разницы. Ну, конечно, вот во время святок, во время вот таких открыток. И летом очень много народу ходит, потому что летом хотят, по нашим поверим, очищение и благословение. С наступления, да? Да, всё-всё, вот это такое. И поэтому наши ходят на это. А зимой, вот во время святок, потому что люди хотят во время танха на что-то надеяться. Потому что сейчас очень открытое время, открытое время, все миры как будто, нету границ, все эти границы уже стёрлись. И поэтому и там, и тут везде открыто ходят и те, и другие, да, открываются все миры. И как долго так открыто у нас? Ну, вот этот месяц самый открытый месяц, поэтому в этом месяце вот все гадания, все вот благословения, очищения очень хорошо идут. Волшебный месяц, да? Волшебный месяц, да. Теяна, мы видим, вы закончили, и не можем вас не попросить благословить, сказать слова. Вот такая картиночка у вас вышла. Очень красивая. Олени, да? Вот так благородные олени получились у меня, да? Сверхи, да? Нет, это благородные олени. Нет, а сверху? Сверху там? Нет, это глухарь. Орнамин. А, глухарь. А тут это перо ваше, конечно, да, и тут сосуде забили чорон. Чорон, ага, чорон, и, конечно, сейчас вот благословение идет на вашу корону. Корона – это ваша работа. На вашу работу идет благословение. И сейчас, если вот такое время, еще впереди вот столько отрезков, три больших отрезков, и будут вам благосклонны не только высшие силы, но и высшие чины. Так что вас ждет очень интересные проекты. Вот три проекта, по которым вы можете получить ягодки, и по этим же проектам можете куда-нибудь за пределы республик съездить. Ой, спасибо большое за столь добрые слова. И за то, что вы гостили у нас в студии. И мы тоже вам желаем всего хорошего и удачи вам во всех делах. Спасибо. Дорогие телезрители, а мы продолжаем. А далее наша рубрика «Фабрика идей». Юлиана, покажи нам, покажи эту красоту. Я буквально хочу сделать последний штришок. Это материал называется органза. Здесь сеточка, алюминиевая проволока. И мы делаем два отверстия ровно посередине. Сворачиваем наш квадратик, и получается треугольник. Затем алюминиевую проволоку мы вот так вот сгибаем на кончике треугольника, и у нас получается вот такое вот украшение, декор. Его между цветочками, да? Да, это специально для того, чтобы закрыть пространство, пробелы, да, и чтобы не было видно флористической губки. Внутри у меня этой коробки флористическая губка. Вы можете использовать и другие материалы, то есть это корзинки плетеные, да, или же какие-то баночки. Ну, все, что вот попадется под руку. Ой, красота получилась. Надеюсь, мы вас вдохновили на хороший год. Чуть-чуть.